Власти приняли решение о закрытии горного бизнеса два года назад, в разгар первой антигрузинской кампании. Хотя некоторые знающие люди утверждали, что и к тому времени грузинской мафии в этом бизнесе уже не было. До последнего момента многие сотрудники казино и игровых залов были уверены, правительство пересмотрит свое решение. Кто же захочет в разгар кризиса выкинуть на улицу десятки тысяч человек, занятых в этой сфере? Но власти проявили твердость, игры кончились. Относительно ближайших перспектив версий несколько. На смену прежним игорным заведениям придут новые, замаскированные под спортивные клубы и лотерейные автоматы. Есть опасность и возрождение подпольного игорного бизнеса.